В то время как индустрия блокбастеров переживает сложный период, канал Голлнет предлагает вспомнить о реальном супергерое футбольной вселенной. Боге игры, сошедшего на зеленый газон прямиком из Асгарда. Рот Гуллет действительно походил на футбольного Тора. Богатырская фигура, колоритная внешность, неограниченные способности. В его руках недоставало молота, зато с мячом в ногах он был неподражаем. Став физическим олицетворением знаковой концепции тотального футбола. В 1987-м Рот Гуллет получил золотой мяч. Спустя 31 год Лука Модрич повторил это достижение, расширив список универсальных полузащитников, отметивших свое имя в перечне обладателей самой престижной индивидуальной награды. Чтобы глубже понимать феномен голландского мастера, представьте лучшие примеры игры Модрича, распространив их на всю вертикаль поля. За счет физических данных Гуллет комфортно чувствовал себя на любой позиции от ворот до ворот, особенно блистая вблизи владений соперников, ведь его технические умения и понимание игрового процесса не отставали от супергеройской наружности. Наиболее ярко Рут проявлял себя в роли созидателя. Обычно такое амплуа закреплено за субтильными творцами, скрывающихся от стыков черновой работы и борьбы за верховые мячи. Но голландец был прекрасен во всех компонентах игры. Такая универсальность сделала его не просто одним из самых ярких представителей своего поколения, а внесла в число лучших футболистов в истории. Рут родился и вырос в Амстердаме. Здесь же он постигал азы футбольной науки, оттачивая мастерство на любительском уровне. Учитывая такой первоисточник, вы наверняка удивитесь, что среди трех голландских клубов в его биографии отсутствует Аякс. Столичный Грант не проморгал вундеркинда, предпринимая отчаянные попытки заманить в свои ряды. Просто Гуллиц с юных лет отличался строптивым поведением, выбрав скромный Харлем. Первые шаги талантливого футболиста прошли именно в этом клубе, 11 лет назад прекратившего существование. В первичном выборе Гуллица несложно разглядеть скрытый символизм. Известный негритянский квартал Гарлем, расположенный в Нью-Йорке, получил свое название именно благодаря городу Харлем, где начался футбольный путь Руда. В наше время политические спекуляции опошлили вопрос расизма до коленопреклонных акций. Но еще несколько десятков лет назад расовая дискриминация являлась трагическим бичом цивилизации, о котором нынешние участники массовых протестов даже не подозревают. Другой цвет кожи был реальной проблемой, ложившейся тяжким бременем на плечи носителя. И футболисты не являлись исключением. Отец Гуллица стал участником первой волны эмиграции из Суринама в Нидерланды. Политические ворота открылись, но социуму еще требовалось время, чтобы свыкнуться с новыми реалиями. Руди был одним из немногих темнокожих учеников в школе, а в футбольной команде вовсе единственным. В юношеские годы прозвище «Черный тюльпан» не сулило Гуллицу похвалы. Чтобы регулярно играть, темнокожему футболисту необходимо было быть на две головы лучше белых сверстников. Негласное правило отнюдь не ограничивалось детской нетерпимостью. На профессиональном уровне положение дел не сильно разнилось. Однако талант выходца из Суринама оказался настолько велик, что не затерялся в суровых буднях социальной несправедливости. Свои игровые козыри Гуллиц обнажил со старта профессиональной карьеры, дебютировав на взрослом уровне в 16 лет. На тот момент он стал самым юным футболистом в летописи голландского чемпионата. Несмотря на то, что Харлем в дебютном сезоне Гуллица вылетел из элитного дивизиона, нестандартный выбор в пользу локального клуба был полностью оправданным. Вундеркинд с порога получил уйму игрового времени, ускорив процесс своего развития. Спустя год после перевода в линию нападения Рут превратился в лидера команды, получив титул лучшего игрока первого дивизиона. Его результативность выросла в три раза, причем прогресс не сводился к уровню чемпионата. После возвращения в элиту личная статистика Гуллица осталась прежней, в то время как Харлем занял четвертое место, в первый и единственный раз пробившись в континентальные соревнования. Последовавший поход за Кубком УЕФА завершился на стадии 1-16 финала. Голландцы уступили московскому «Спартаку» в противостоянии, оставившим черный след в истории. Московский поединок завершился давкой в Лужниках, которая привела к гибели 66 человек. Но Гуллиц в тех матчах не участвовал, перед стартом сезона перебравшись в другой клуб. Взлет Харлема в первую очередь связывался с молодым дарованием, дирижировавшим атакой команды. Голландские гранды больше не могли спать, ведь слава Гуллито уже достигла берегов Британии, но лондонский арсенал посчитал, что сумма компенсации в 30 тысяч фунтов слишком велика. За 40 лет футбольная инфляция достигла космических масштабов. При этом фундамент для роста закладывался еще в 1982-м. Фейнорд не побоялся заплатить за молодого плеймейкера в 10 раз больше той суммы, которую не рискнули выложить канониры, обставив конкурентов по чемпионату. Как ни странно, для уроженца столицы в Роттердаме Гуллид обрел настоящую любовь. За Фейнорд он болеет по сей день. Свои первые значимые титулы Гуллид выиграл в компании с Йоханом Кройфом. Фейнорд оформил золотой дубль, и лучшим игроком того сезона был признан не завершавший карьеру Кройф, а только набиравший золотую высоту Гуллид. Усвоив бесценные уроки самого яркого представителя философии тотального футбола, Рут пошел по его стопам. Спустя три года уже выступая в Милане, черный тюльпан повторил достижения, которые до него покорялись только Кройфу. В 1987 году Гуллид выиграл золотой мяч, став вторым голландцем, заполучившим этот трофей, а также был признан лучшим спортсменом Нидерландов. Прямые параллели с самым великим голландским игроком всех времен являются лучшим комплиментом для Гуллида. До Италии голландский импрессионист добрался транзитом через другого гранда нидерландского чемпионата. ПСВ, не выигрывавший золото 7 лет, пошел ва-банк, переманив звезду Фейнорда в свои ряды. Это был короткий, но гармоничный союз. Именно в Эйнтховене Гуллид приобрел континентальную популярность, блеснув пиком карьерной результативности. За два сезона в ПСВ он забил на три гола меньше, чем за 7 лет выступлений за Милан, добавив в послужной список еще два чемпионских титула. Золотоносная аура Руда, отражавшая его прекрасную игру, стала одной из фирменных характеристик футболиста. Когда он находился в расцвете сил, в какую бы команду ни приходил, она тут же добивалась успехов, которых до него ждала годами. ПСВ разогнался настолько, что сразу после продажи колоритного диспетчера завоевал свой единственный кубок европейских чемпионов. Гуллид в долгу не остался. Он добыл этот трофей спустя год в составе Милана. Гуллид! Гал! Гал! Гал, Гуллид! ПСВ понимал, каким бриллиантом обладает, поэтому расставаться с ним не хотел. Сильвио Берлускони, чтобы воплотить свою мечту по строительству суперкоманды на Сан-Сиро, пришлось выложить рекордную сумму для трансферов того времени. За Гуллида Милан заплатил около 7 миллионов евро. Этим же летом Россонери заполучили марка Ван Бастена. Его переход обошелся в 6 раз дешевле. Задумка Берлускони сработала безупречно. С Ван Бастеном Гуллид сформировал исторический союз. Это был один из лучших атакующих дуэтов в истории футбола. В техническом, тактическом и позиционном плане каждый из них был практически идеален. Наибольшую угрозу для летучих голландцев представляли не защитники соперников, а регулярные повреждения. С трагической историей Ван Бастена подписчики Голлнет наверняка знакомы. На карьере Гуллида травмы тоже оставили серьезный отпечаток, существенно срезав статистические показатели. Однако забитые мечи никогда не являлись душой выступлений Гуллида. Его результативность в серии А существенно упала, но влияние на игру Милана было титаническим. В первом же сезоне с черным тюльпаном в этой компании Гуллид преимущественно действовал без помощи Ван Бастена, находившегося в лазарете. Россонери вернули Скудетта, которым не владели 9 лет. Следующим летом голландская колония Милана приобрела вид легендарного трио. На Сан-Сиро перебрался Франк Райкарт, альтер-эго Гуллида. Сформировав неповторимую вертикаль, голландцев в центре обороны подпирала бетонная связка Борези-Мальдини. Милан взял курс на приумножение континентальной славы. Европейская корона долго не сопротивлялась, упав к ногам завоевателя после первого похода. В финале Кубка европейских чемпионов итальянский Грант разобрал румынскую стяуа со счетом 4-0. Гуллид и Ван Бастен оформили по дублю. Не менее помпезно выглядел полуфинальный триумф над мадридским Реалом. Дома Россонери разбили испанцев 5-0. Каждый из голландского трио отметился забитым мячом. Два других гола были на счету Анчелотти и Донадони. Под умелым управлением Ориго Саки собралась настолько грандиозная команда, что столь великие игроки оставались в тени первых звезд. Историческую несокрушимость Милан подтвердил в следующем сезоне, отстояв титул европейского короля. Но лично для Гуллида та компания стала Рубиконом, после пересечения которого его звезда начала постепенно угасать. Рут принял участие в финальной битве с Бенфикой, но данный матч был для него всего третьим в сезоне. Все остальное время он провел в лазарете, мучаясь травмой колена. Пропустив целый футбольный год, голландский плеймейкер потерял сакральную значимость в красно-черном лагере. Он по-прежнему оставался основным, но в период тренерской рокировки Саки на Капелло его лидерские позиции понесли сокрушительный удар. В 1994 году, когда Милан снова выиграл Скудетто и Лигу чемпионов, Гуллида в команде уже не было. Голландца отдали в аренду Сампдории. Несмотря на закат, мастерство плеймейкера оставалось при нем. Получив больше свободы в менее статусном клубе, Черный Тюльпан выдал самый результативный сезон в Италии, украшением которого стал триумф в Кубке страны. А бальзамом на душу была победа над Миланом с решающим голом Гуллида. На эмоциях Россонери даже вернули былого героя обратно, но очень быстро убедились, что любовь прошла. Черту под приключениями голландца в Италии подвел короткий период в Генуе, после чего на правах свободного агента он подписал контракт с Челси. Пик славы Руда пришелся на конец 80-х. Огромную роль в его всеобщем признании сыграл успех сборной Нидерландов на Евро-88. Впервые в истории вечно талантливая оранжевая команда, которой постоянно чего-то не хватало, в решающий момент выиграла большой международный турнир. Суперспособность суринамского Тора покорять золотые вершины успешно прошла проверку. В процессе соревнования, проходившего на стадионах ФРГ, популярность Гуллида переросла в культурный феномен. Трибуны пестрили многочисленным косплеем на его роскошные дреды, а в среде голландских болельщиков родилась карикатура на лозунг гитлеровской Германии. Один народ, один рейх, один Гуллид. Нидерландский вождь не подвел. В финале против СССР Марко Ван Бастен забил свой исторической красоты мяч. Но победный гол был на счету Гуллида. Колорит суринамского героя также имел обратную сторону медали. На протяжении чемпионата Гуллида и Райкарда окружали оскорбления на расовой почве. На стадии плей-офф они остались единственными темнокожими футболистами на турнире. Впрочем, о проблеме расизма черный тюльпан не забывал даже, когда приобрел звездные привилегии. Свой золотой мяч Рут посвятил Нельсону Манделе, а позже выяснилось, что знаменитый футболист был одним из немногих, кто перманентно поддерживал борца с апартеидом, когда тот находился в заключении. В борьбу с расовой сегрегацией Гуллид внес свою лепту, поучаствовав в создании музыкального трека «Южная Африка», удерживавшего третье место в голландских чартах. В Харлеме Гуллид начинал, в Фейнорде обрел любовь, в ПСВ получил известность. Милан был его страстью, а Челси сделал счастливым. В Лондон голландец переезжал, сохраняя статус мировой звезды, но возраст заставил его вспомнить о юношеском амплуа. Рут снова взял на себя роль Либеру. После шумной Италии, где одержимость Тифози стирает все культурные границы, в столице Великобритании Гуллид наслаждался комфортной жизнью, наиболее запомнившись на позиции играющего тренера. Такое предложение Рут получил на закате карьеры после того, как наставник «Синих» Глен Ходл отправился управлять сборной Англии. Переход «Черного тюльпана» на тренерский мостик был многообещающим. Под его началом Челси выиграл Кубок Англии – первый значимый трофей за 26 лет. Новичкам везет. Последующая деятельность Гуллида в роли тренера, заработавшего статус апологета сексуального футбола, лейтмотивом которого являлось получение удовольствия от процесса, обернулась философским провалом. В роли наставника голландский творец умудрился проложить маршрут от Калифорнии до Чечни, но на пути следования большинство его команд имели негативную разницу побед и поражений. Заглянув в итоге голосования за «Золотой мяч 88», на его вершине вы обнаружите знаменитое голландское трио итальянского Милана. Первое место – Ван Бастен. Второе – Гуллид. Третье – Райкард. Так получилось, что историческое величие Гуллида отчасти размылось из-за наличия звездных партнеров. Рассуждая о Руде, вы непременно вспомните Ван Бастена или Райкарда, а скорее всего обоих, сместив акцент с уникальной индивидуальности черного тюльпана. Тем не менее, талант Гуллида был на вес золота. Попробуйте отыскать другого футболиста, который мог бы одинаково успешно действовать в любой линии. Поклонники Игромиллионов часто грешат утопическими сравнениями игроков из разных поколений. Гуллид является ярким примером футболиста прошлого, который точно бы не затерялся в требованиях современной игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова